Здравствуйте! Специальное интервью на Одинцовском телевидении. И сегодня мы интервьюируем генерального директора акционерного общества Мособлгаз Дмитрия Аркадьевича Голубкова. Дмитрий Аркадьевич, здравствуйте! Здравствуйте, Виктор! Ну и хотелось бы сразу начать с общей темы. Расскажите, пожалуйста, как идет газификация Московской области в настоящий момент? И, естественно, нас интересует, в частности, Одинцовский район. Насколько мы двигаемся в соответствии с реализацией губернаторской программы газификации нашего региона? Ну, для Мособлгаза Одинцовский район, он особенный. Мособлгаз расположен в Одинцовском районе, зарегистрирован. Это наша, по сути, домашняя территория. Конечно, вопросы газификации Одинцовского района для нас не менее важны. И с учетом того, что Одинцовский район, городской округ будущий, в высокой степени территория урбанизирована. И, конечно, здесь у нас степень газификации довольно высокая, что касается населенных пунктов, которые находятся на территории. В текущем году у нас два населенных пункта попадают под губернаторскую программу. Это Чапаевка и Шарапова. До конца года данные населенные пункты будут подключены. И, соответственно, жители, кто проживает на этих территориях, уже могут начать предварительную работу, чтобы синхронизировать свои домовладения с приходом газа в населенный пункт непосредственно. Полностью детальную информацию можно получить на сайте Мособлгаза, у газовиков. То есть, четко по строкам там все будет понятно. Другой немаловажный объект – это строительство крупных индустриальных газопроводов, которые мы своими силами осуществляем в Мособлгазе с целью повышения надежности газоснабжения территории, увеличения пропускной способности и получения возможности подключения новых абонентов по уже газифицированным территориям. Потому что у нас, конечно, одна из самых острых проблем на территории – это закрытая газоспределительная станция «Голицыно», подключение от которой на сегодняшний день невозможно. Но Мособлгаз своими силами реализует крупный проект по строительству газопровода в Ильцовском районе, который позволит данную проблему развязать. Поэтому данный объект на постоянном контроле. И уверен, что в этом году мы его завершим. Что касается в целом Московской области, здесь также идет все в соответствии с намеченными графиками? Идет все в соответствии с графиками. 50 объектов у нас запланировано на 2019 год. И, соответственно, это несколько сотен километров газопроводов. И уже ведутся проектные работы. Летом выходим в стройку. Но, соответственно, там 3-4 квартал уже окончания строительства и сдача объектов в эксплуатацию. Если говорить о тех населенных пунктах, которые не будут в ближайшее время подключены, пока не стоят в графике, или, скажем, что делать жителям, которые, скажем, живут в населенном пункте, который газифицирован, но их конкретно дом не подключен? В данном случае необходимо заключать договор технического присоединения с Мособлгазом. Газовики сделают расчет стоимости. Соответственно, этот договор можно будет подписать. Если речь идет о масштабном строительстве распределительного газопровода, то тут, конечно, жителям лучше объединиться в группу для того, чтобы стоимость разделить на всех участвующих, для того, чтобы минимизировать расходы на отдельно взятые домовладения. А что касается перспектив населенных пунктов, о чем я сказал в начале вопроса, которые не стоят в плане газификации, есть ли какой-то шанс у их жителей? Шанс оказаться в программе газификации, безусловно, есть, но это отдаленная перспектива. Мы вначале газифицируем наиболее населенные территории. И принцип один – это количество постоянно проживающих. Соответственно, сдвигаемся от более крупных к мелким. И здесь, если жителям необходимо быстрее, то тут, конечно, только через договор технического подсоединения. А что вообще им делать? Объединяться в некую инициативную группу, обращаться к вам, обращаться к губернатору? То есть здесь есть какой-то... Значит, необходимо объединиться в инициативную группу, зарегистрировать ее. То есть это может быть либо некоммерческое партнерство, либо какая-то другая форма, которая людей объединит, и подать нам коллективную заявку. Мы сделаем расчет и подпишем договор. Что касается вопросов безопасности и связанных напрямую с этими вопросами проблем с техническим обслуживанием газового оборудования внутри домового, в нескольких словах расскажите об этой проблеме. Ведь есть, я так понимаю, все вновь подключаемые объекты, все вновь подключаемые домовладения, они уже в обязательном порядке заключают договор на техническое обслуживание. Что делать тем, у кого газовое оборудование стоит, иногда уже десятки лет стоит, но договора на техническое обслуживание нет? И вообще расскажите об этой процедуре подробнее. Что делают сотрудники во время самого непосредственно технического обслуживания? Данная тема, она у нас имеет такой волнообразный эффект. И, естественно, она в наибольшей степени возбуждается на фоне каких-то серьезных, к сожалению, катастроф, происшествий. Так вот, опять у нас за спиной череда взрывов газа и вопрос технического обслуживания и пригодности к эксплуатации газового оборудования, он, конечно, поднимается в топы повестки дня. И здесь жители должны помнить, что они несут первую ответственность за эксплуатацию своих собственных газовых приборов, их техническое состояние. И обязанностью жителей является обеспечение надлежащего уровня безопасности эксплуатации их газового прибора. Соответственно, услуга по техническому обслуживанию – это лишь один из методов повышения уровня безопасности, не единственный, но, наверное, один из основных. И в этой связи, чем выше будет степень осознанности данной проблемы, тем, соответственно, будет выше уровень безопасности на проживание. В основном, конечно, это касается многоквартирных домов, а там, где в основном газовые плиты, колонки, как вы правильно заметили, многие из них могут иметь не один десяток лет эксплуатации. И, конечно, они требуют либо замены, в большинстве случаев более 20 лет уже требуется замена, и техническое обслуживание здесь, скажем так, сильно вопросу не помогает. Либо все-таки проведение диагностирования и технического обслуживания, но, конечно, с перспективой дальнейшей замены. Поэтому и жители, и газовики здесь, скажем так, работают на одну повестку, на повышение уровня безопасности. И жители должны, конечно, данную ответственность осознать в полной мере. Очень большой резонанс сейчас получило распространение так называемых смарт-счетчиков, умных счетчиков. Скажите, пожалуйста, в чем преимущество данного вида счетчиков, и стоит ли так вот уж активно переходить на эти счетчики, может быть, пока попользоваться старыми, или все-таки здесь есть определенные интересы у самих жителей? Знаете, сейчас идет большая дискуссия на этот счет, и сейчас пока никаких решений не принято. Скажу вам, что Мособлгаз активно занимается установкой данного типа приборов учета. Я не хочу делить на умные и неумные, на смарт и не смарт, они все-таки умные. Это просто для каждого прибора учета есть свое время. Сейчас речь идет о приборах учетов второго поколения, так называемой, с возможностью дистанционной передачи показаний прибора в облако, допустим, либо в личный кабинет, либо еще куда-то с функцией дальнейшего автоматического платежа, например. Также, может быть, некоторые есть разработки, где счетчик дополняется различными доп. устройствами типа анализаторов воздуха, газовые анализаторы, которые также играют роль на улучшении безопасности эксплуатации. Где вообще это лучше сделать? Обязательно ли для этого обращаться? Во-первых, можно ли сэкономить в этом вопросе? И во-вторых, куда все-таки лучше ли обращаться? Я считаю так, что при замене счетчика, конечно, смысл менять на счетчик старого поколения нет никакого. Лучше сразу поставить новый счетчик, например, с учетом того, что они более-менее одной ценовой категории. А данные счетчики устанавливаются в Мосублгазе в Московской области. И, соответственно, Мосублгаз ведет их учет, подключает к личному кабинету и оказывает весь спектр сервисных услуг, которые связаны с обслуживанием, с биллингом, с автоматизацией по данным приборам учета. Ну и в двух словах буквально, Дмитрий Аркадьевич, все-таки апрель. Можно ли считать, что пик зимнего сезона пройден? И все ли было нормально? Вот действительно буквально телеграфный стиль. Пики, конечно, пройдены. Это бесспорно. Сильных морозов у нас уже в эту зиму не будет. Мы прошли стабильно зиму. Надо сказать, что она не была суровой зимой. Она продолжительная. Она началась. И вот сейчас начало апреля, но все равно снег еще лежит. По сути, продолжается. Мы продолжаем отапливать дома и квартиры. Но у нас не было сильных экстремальных минусов, которые могли бы подвергнуть какому-то такому тестированию на устойчивость нашей системы. Поэтому вот эта зима, она такая была. Ну что ж, разрешите вас с этим поздравить и на этом закончить наше сегодняшнее специальное интервью. Я напоминаю, что гостем студии сегодня был генеральный директор акционерного общества МОСОБЛГАЗ Дмитрий Аркадьевич Голубков. На этом мы прощаемся с вами. Всего доброго. Увидимся на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова